Реабилитация стала ближе к маленьким пациентам. Во вторник глава города посетил 8-ю детскую поликлинику. Помимо того, что на сегодняшний день это, вероятно, одна из самых оснащенных и современных ивановских поликлиник, не так давно у руководства учреждения появился еще один повод для гордости. Здесь новое отделение, отделение реабилитации, которое с декабря года у нас здесь сформировано и организовано. Здесь и массаж, и психолог, и логопед, и физиопроцедуры, и занятия на тренажерах. То есть это много комплексного. В отделение медицинской реабилитации направляют детей с последствиями перинатального поражения ЦНС, черепно-мозговой травмы и другими диагнозами, сопровождающимися нарушением речи, а также с неврозоподобными состояниями, синдромом дефицита внимания и трудностями школьного обучения. Здесь с малышами занимаются комплексно и лечебной физкультурой и развитием речи. Речь это одна из форм когнитивных функций. Чтобы ребенок как бы у нас слышал, умел слышать и слушать. И вот этот поток информации, который к нам приходит извне, он должен перерабатывать, переработать, синтезировать и выдать. Соответственно, очень тесно переплетается с интеллектом, логикой. А здесь пойдет задержка. То есть ребенок там у нас может быть какие? Дезартерия, дислексия. То есть ребенок будет когда писать в школе, он будет просто делать много ошибок. Потребность в отделении есть. С момента его открытия в декабре прошлого года реабилитацию прошли уже 40 детей. Сейчас здесь проходят лечения. Люди, которые обратились к организаторам марафона «Ты нам нужен». И у них была просьба выделить деньги на то, чтобы это лечение их дети проходили в коммерческих организациях. Но благодаря тому, что у нас идет модернизация здравоохранения и то, что люди действительно неравнодушно относятся, вот как мы здесь видим в этой городской поликлинике, государство вполне способно оказать тот же объем услуг и может быть иногда даже более качественным. Кроме того, здесь есть возможность пройти не один курс, а мониторировать состояние ребенка, следить за динамикой улучшений и в случае необходимости через какое-то время повторить реабилитацию. И все это бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.